Девцы, например, даже об имени таком те не могли и во сне подумать, равно как ни о нестяжательности, ни о посте, ни о какой другой высшей добродетели. Между тем, наши учителя не только похоть искореняют, не только действие преступное подвергают наказание, но осуждают и бесстыдный взгляд, и оскорбительные слова, и непристойный смех, и стыдный взгляд, и оскорбительные слова, одежду, и поступ, и крик, простирают строгость даже до самого малейшего. По всей вселенной они насадили семена девства. Печь горячая, смотрите, чтоб не подошел. О Боге и вещах небесных они внушают такие понятия, какие никому из философов никогда не могли на ум прийти. И однако такое высокое учение апостолов было принято и заслужило веру, просветает доселе и возрастает с каждым днем. А учение философов отжило, погибло, исчезло легче паутины. Вот почему, кроме бесстыдства, оно представляет много темного и трудного для уразумения. Что может быть смешнее, например, того учения, в котором философ, потратив тысячи слов на то, чтобы показать, что такое справедливость, все еще старается разъяснить этот вопрос длинной и крайне неясной речи. Если бы он указал что-нибудь и полезное, то для жизни человеческой и это осталось бы совершенно без пользы. В самом деле, если бы земледелец или воятель, или плотник, или коробчий, или другой кто-нибудь, питающийся трудами рук своих, вздумал отстать от своего занятия и честных трудов, чтобы потратить многие годы на изучение того, что такое справедливость, то прежде чем узнать это, он ради этой самой справедливости изнурил бы себя постоянным голодом и погиб бы, окончил бы жизнь свою насильственную смертью, так и не научившись ничему полезному. А наше учение не таково. В кратких и ясных словах Христос научил нас, в чем состоит справедливое и честное и полезное, и всякое, всякое вообще добродетие. Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньям, чтобы они не попрали его ногами своими. 7 глава Иоанна Георгия от Матфея. Кто же этот попирающий? Тот, кто не почитает Писание драгоценным и важным. Но кто же, скажешь, столь несчастен, чтобы не считать его важным и всего драгоценнее? Это тот, кто не уделяет ему и столько времени, сколько тратит на распутных женщин и на сатанинское зрелище. Вот почему у нас нет ничего общего с небом, и наша небесная жизнь только на словах. Однако ж за это Бог угрожает нам и гиенную, не с тем, чтобы вернуть нас в нее, а чтобы дать нам возможность избежать этого тяжкого наказания. А мы делаем напротив и каждый день стремимся на путь, ведущий к гиене. Когда же, скажи мне, начнем мы исполнять то, что нам повелевается? Когда примемся за дела, если мы не хотим даже и слушать о них? Если негодуем и досадуем даже на самое краткое пребывание в храме? Когда мы, разговаривая о предметах, ничего не стоящих, замечаем в собеседниках невнимание, то считаем это себе за обиду. А о том не думаем, что оскорбляем Бога, когда Он говорит нам о столь важных предметах, а мы пренебрегаем. Его словами и смотрим в сторону. Какой-нибудь старец, исходивший много земель, со всей точностью сообщает нам и о расстояниях, и о положении городов, об их видах, пристани, площадях, и мы с удовольствием слушаем Его. А сами между тем не знаем и того, сколько далеко отстоим от небесного града. В противном случае, если бы мы знали это расстояние, мы постарались бы сократить путь. Если ведь мы не родим, то расстояние этого града от нас не только такое, какое находится между небом и землей, а даже гораздо больше. Напротив, если прилагаем старания, то можем дойти до брат Его в одно мгновение, потому что это расстояние определяется не притяжением пространства, а состоянием нашей нравственности. Аминь. Храни всех, Господь.